Сергей Юрьевич инвалид первой группы. В доме по промышленной 6 проживает уже больше 30 лет. Говорит, жизнь его можно разделить на две части. Одна до открытия в его доме многофункционального центра, другая после. Я сразу понял, что это мне очень удобно и хорошо. Я своими ногами, можно сказать, хотя и на коляске, так сказать, попал в государственное учреждение. До этого все приходилось или родственников посылать, или соцработника. А тут я мог, вот сам заехал. Здесь меня встретили. С момента открытия центра Сергей Юрьевич стал здесь постоянным клиентом. То за квартиру заедет заплатить, то документы оформить, а то и просто, как сегодня, консультацию получить. Хотел узнать, какие документы мне нужно вам предоставить, чтобы оформить субсидию жилищную. Так, во-первых, от вас потребуется выписка из домовой книги, чтобы посмотреть, как что прописано. Специалист за окном перечисляет все документы, а заодно знакомит с перечнем других услуг, которые могут пригодиться мужчине. Сергей Юрьевич удивлен. Ему даже рассказали, как начать свое дело. 24 организации, 145 услуг в одном месте. Инвалид первой группы поделился, что именно благодаря открытию этого центра он наконец-то чувствует себя действительно комфортно в общественном месте. И с улыбкой продолжил. Здесь даже перекусить и чаю выпить можно. Нет, мне без сахара. Я сахар не ем. Подумали в многофункциональном центре об удобстве других категорий граждан. Детям есть чем заняться и пожилым куда присесть. В зале не просто стулья, удобные кожаные диваны. О том, что центр по достоинству оценил не только Сергей Юрьевич, но и сотни других бичан, говорит и тот факт, что люди даже остановку переименовали. Теперь она не 30-я школа, а МФЦ. Ирина Дубицкая, Сергей Кузнецов. Новости ОТН.